Здравствуйте! Время новостей на канале Саратов 24. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Павел Фитилев. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чем пойдет речь. Теперь точно будут рекорды. Весенние закончили укладку асфальта. Сейчас делаются закладные оборудования. В Перелюбском районе ведется строительство универсального спортивного комплекса под открытым небом. Штрафовали за зеленку. Часть жителей не мог никак воспринять то, что нельзя ставить машины здесь теперь им. В Саратове прошел рейд по парковкам. Ревизоры искали тех, кто оставляет машины на зеленых зонах. Какая погода за окном ждет нас в четверг 19 сентября на Михайлов день? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь! Универсальная площадка в Перелюбском районе ведется строительство комплекса под открытым небом для занятий баскетболом, футболом и воркаутом. Площадку устанавливают в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина. Точно такие же уже открыты в Возинках, Алгае, Романовке, Балакове и Саратове. За всеми этапами работ следит общественный совет. Станислав Жижин узнал мнение наблюдателей. Тренировка по баскетболу и она же урок физкультуры. Сейчас оба этих занятия проходят в спортивном зале Перелюбской средней школы. Это не специальная программа, просто заниматься спортом ребятам больше негде. В Перелюбе нет таких площадок, в которых можно было прийти там поиграть. В Саратове видел площадки, очень хорошие. Понравились очень. Турники понравились очень, воркаут площадка. Футбольное поле, баскетбольная доля. Покрытие хорошее. Такую же площадку, как и в Саратове, уже строят и в Перелюбе. И тоже в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина. На месте будущего спортивного комплекса под открытым небом несколько недель назад была хоккейная коробка. Для нее нашли другое место. Работа идет нормально, системно. И вот в воскресенье закончили укладку асфальта. Сейчас делаются закладные оборудования. Полностью работы должны завершить в октябре. Тогда же по плану начнется один из этапов реконструкции всего учебного заведения. О необходимости капитального ремонта школы говорил Вячеслав Володин во время посещения райцентра. По его словам, последний раз ремонт в учреждении проводился порядка 20 лет назад. Здесь необходим ремонт. И качество тех работ, которые были проведены 20 лет назад, это работа 30-летней давности. Но взять и переложить линолеум, это однозначно надо. Да, но надо будет стяжку заново делать. И при этом, почему говорю, вот эти вот трещины, которые появились, надо просто посмотреть причину. Общественные советы подрядчики уже обсудили с учителями и родителями, какой должна стать школа после ремонта. Она должна быть у нас красивой, она должна быть одна из лучших у нас после ремонта. Здесь уже должно быть совсем новое восприятие всех вещей и как это должно быть. Чтобы все говорили, что идите съездите, посмотрите, это лучшая школа у нас. Она как раз находится в Перелюбском районе. И это можно сделать, потому что деньги заложены, проект неплохой. Кроме того, Вячеслав Володин предложил общественному совету определиться с местом для строительства других спортивных объектов. По его словам, территория должна стать своего рода спортивно-образовательным центром Перелюбского района. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Успеет в срок. Сегодня на брифинге рассказали, когда запустят тепло в саратовские дома. По словам министра строительства и ЖКХ региона, протестируют систему отопления до 1 октября. Полностью она заработает с 15 числа. Пока же в городе продолжают перекладывать теплосети. Проблемные участки – это Радищево и Сак-Иванцетти. Там закончат работы в конце сентября. А вот на проспект Кирова нужно больше времени. Теплосети уложили, сейчас чинят лимнёвки, колодцы и канализацию. Перекрыт этот участок будет до конца октября. Но проблем с отоплением у жителей центра не будет. Чего не скажешь про водоснабжение. Ещё есть пара проблемы про тепловые сети по горячей воде. Это всех жителей волнует. Соответственно, сейчас мы также вместе с жилинспекцией, с органами прокуратуры проходим уже. Потому что не всегда это тепловых сетей вина. То есть иногда и управляющие компании тоже, не знаю по каким причинам, не включают горячую воду. Сейчас будем эту работу усилять и ходить, грубо говоря, по домам, чтобы они включали воду. У меня даже вот тоже, я живу в доме, может, работа сделана, воду включили буквально вчера. Чтобы не болеть в области, начали работать мобильные пункты по вакцинации от гриппа. Медики бесплатно делают прививки жителям Саратова, Вольска, Балакова и многих других городов. Работать специалисты будут до 1 декабря. Всё, что нужно иметь при себе, это документы, удостоверяющие личность. Анна Заболуева узнала, какие рекомендации дают врачи, чтобы не заболеть. Жители области могут обезопасить себя от заболевания гриппом. В Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске и других городах начали работу специальные бригады по вакцинации. Бесплатно сделать прививку от гриппа можно на базе мобильных комплексов, которые расположены в том числе и в торговых центрах. Вакцинация противопоказана в обострении хронических заболеваний. При наличии острых лихорадочных состояний, при наличии респираторно-вирусных инфекций в острый период. И лицам, которые не переносят куриный белок, у которых аллергическая реакция на куриный белок. И также детям до 6 месяцев жизни. В этом году в области планируется сделать вакцины против гриппа более чем миллиону человек. На сегодняшний день уже привито более 250 тысяч жителей области. Врачи рекомендуют проводить вакцинацию школьникам и студентам, людям старше 60 лет, а также медработникам, преподавателям учебных заведений и тем, кто часто работает с людьми. Кроме того, как уверяют специалисты, сейчас самое подходящее время для вакцинации. Для того, чтобы это сделать на базе мобильной бригады, нужен любой документ, удостоверяющий личность. Вреди тех, кто решил сделать прививку от гриппа, Елена Кузьмичева. Женщина говорит, что делает это каждую осень уже около 10 лет. Я сама медик, работаю с людьми. И хочу, чтобы себя предостеречь от заболевания гриппом. Потому что знаю, какое это серьезное заболевание. И сколько очень много может быть последствий после того, как переболеешь гриппом. Я считаю, это нужно делать обязательно. И заставляю всех близких и своих знакомых тоже делать прививку. И прошу, и говорю, что может быть после того, когда переболеешь гриппом. Также врачи рассказали, что делать, чтобы не заболеть гриппом. Так, в первую очередь, нужно избегать близкого контакта с больными людьми. Кроме того, необходимо часто и тщательно мыть руки водой с мылом и придерживаться здорового образа жизни. А если появились первые симптомы заболевания, сразу же обращаться к врачу. Анна Заболуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Отправились на окраину. Сегодня в Саратове прошел рейд по парковкам. Ревизоры искали тех, кто оставляет машины на зеленых зонах. Как таковой газон в городе растет не везде, но заезжать на такие участки все равно нельзя. Даже штрафы уже увеличили. Роман Базан отправился в рейд. Далее рубрика «АвтоХам». Патрульные, общественники и чиновники. Они сегодня ходят вместе по саратовским дворам. Ищут автохамов. Те, кто бросает машины на зеленой зоне. Начали с заводского района, с улицы Пономарева. Одна из машин вообще разбитые стекла. Там шприцы валяются, всякая разная гадость другая. У 43-й школы ревизоры обнаружили три припаркованные легковушки. Одну из них давно бросили. Ее уже успели разобрать. По словам директора учебного заведения, еще недавно здесь росли молодые саженцы и трава. Но все испортили колесами. Да и земля теперь как камень. Деревья катать не менее двух метров. От столбов не менее четырех. Межтряди семь-восемь метров. Это что, порнография. И у нас еще выпали с наших клумб, деревья. Часть жителей не могут никак воспринять то, что нельзя ставить машины здесь теперь им. Нужно убирать машину куда-то в другое место. И вот на эту аллею заезжают колесами. Несмотря на то, что мы листовки разработали, очень просим их и устно разговариваем. Умоляем, уговариваем, что уберите все машины свои. И тем не менее машины ставят здесь вот все равно. Вы, подкройтесь, куми, сложите, пожалуйста. На другом адресе еще один нарушитель. Водитель иномарки припарковался не по правилам. Автоинспектор оформляет штраф. Теперь нарушителю придется заплатить до четырех тысяч рублей. Это уже как судья решит. Штрафы в Саратове ужесточили еще в конце весны. Суммы для любителей парковаться не на дороге выросли в разы. И такие нарушители попадаются довольно часто, говорят проверяющие. По статистике, я могу сказать, было составлено протоколов с начала действия статьи такой 800, 17 протоколов. Ну, сегодня вот плюс три протокола было составлено. В основном, да, люди стали вот в местах крупного, так скажем, скопления автомобилей на зеленых зонах. Такого сейчас не наблюдается. Вот, допустим, где мы сейчас находимся, здесь ранее размещалось гораздо больше автомобилей. Сегодня мы видим только два. Сорвали сегодня ревизуры и так называемый банк. Поймали нарушителей бизнесмена. Для них самое суровое наказание. За парковку на зеленой зоне предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Все педагогическое сообщество радуется за Марину Епифанову. Решение Генеральной прокуратуры России о безосновательности уголовного преследования экс-министра образования Саратовской области до сих пор остается одной из обсуждаемых тем в городе. Напомним, одним из первых эту новость озвучил депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале. Пара слов. Вслед за этим и педагогическое сообщество региона не осталось в стране. Эта история с бывшим министром образования Саратовской области Марина Анатольевна Епифановой вызвала волнение в нашем сообществе. С одной стороны, есть понимание, что необходимо разбираться в этой ситуации. С другой стороны, понимание, что Марина Анатольевна большой профессионал как руководитель и как педагог. В результате два с половиной года. Это то драгоценное время, которое можно было потратить на созидание, на решение максимального количества проблем и задач в области образования. Радует то, что правосудие восторжествовало и обвинения предъявлены необоснованы. Прервемся на рекламу и прогноз погоды, а затем продолжим знакомить вас с новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова хозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы. Телефон в Саратове 906-111. Здравствуйте. В четверг, 19 сентября, на Михайлов день, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове, переменная облачность и дождь местами сильный. Ветер западный 6-12 метров в секунду. Днем до плюс 17, а ночью до плюс 6. Партнер прогноза погоды «Секонд-хенд Вова». Скидки от 10 до 50 процентов и полное обновление товара каждую неделю. Адрес город Энгельс, проспект Строителей 8А. Секонд-хенд Вова. Что вы купили? Дети так быстро растут, постоянно новую одежду приходится покупать. А тут с мужем зашли в магазин Вова. А почему магазин Вова? Детям купили стильные вещи, таких точно ни у кого нет. Да еще денег хватило мне на платье, мужу на свитер. Магазин Вова. Еще думайте. Проспект Строителей 8А. В Саратове и Энгельсе ветрено, дождливо и тоже прохладно. Температура в нем до 16 градусов, а ночью до 8 выше 0. Атмосферное давление около 748 миллиметров в ртутную столба по приметам. Если собака свертывается и лежит калачиком, это к холоду. А если растягивается, к теплу. А в салоне Меха, госпожа Метелица, вас уже ждет новая коллекция шуб из жилетов из меха норки, песца, мутона и чернобуры лисы. А также скидки до 30% на пуховики и парки. Всем добра, здоровья и удачи. Увидимся! Госпожа Метелица, здесь вас ждет огромный выбор шуб и дубленок. Добро пожаловать в царство меха. Улица Степана, Разина, 54. Действует кредит. Продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. На заводе Висталь в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС. По предварительной информации, площадь пожара составила 3200 квадратных метров. Борьба с огнем осложнялась высокой температурой и сильным задымлением. Одна из версий пожара – возгорание гидравлического масла. Из цеха были эвакуированы рабочие. Сведения о пострадавших не поступало. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М. Об этом сегодня сообщили РИА Новости. Строительство самолета планируется завершить к концу 2020 года, после чего его передадут для наземных и летных испытаний специалистам Ильюшина. Новый самолет сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Производители обещают, что по показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М будет находиться на одном уровне с мировыми аналогами. Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта. Василий Власов объяснил, что подобные турниры сейчас очень популярны. Рифмовщики соревнуются в придумывании удачного слогана, пока такие баттлы не относятся к какому-либо виду спорта или искусству. Непризнанность баттлов приводит к тому, что участники не могут получить какую-либо поддержку государства или спонсоров, а также не могут претендовать на получение грантов. В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот. Боксер Рустам Шафиев разместил в своем инстаграм-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес. Он опубликовал фотографии кота и попросил своих подписчиков о помощи. Спортсмен переживает, что в Екатеринбурге стоит холодная погода, и кот может замерзнуть. Для любителей клубнички в аэропорту Гагарин неизвестные взломали сети и на экран мужского туалета начали транслировать видео для взрослых. Обычно там показывают рекламу. Свидетелем данного инцидента стал российский спортсмен Михаил Кокляев. Он прилетел в Саратов на День города. Об этом сообщает РЕН-ТВ. Над данной ситуацией он посмеялся. «Ничего нового мы не увидели, но вы знаете, что случилось с этим телевизором», спросил пауэрлифтер у охранников. Однако те лишь застенчиво улыбались. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по факту нарушения общественного порядка проводится проверка. В его руках железо плавится. Современный кузнец работает не только молотом, но и за компьютером. Сначала изделие надо нарисовать и только потом выковать. Илья Хаймович трудится кузнецом уже 9 лет. Именно благодаря этой работе у него появилось интересное хобби. Чем занимается кузнец в свободное время, узнала Надежда Новикова. Он кузнец не только своего счастья. Для Ильи Хаймовича ковать железо пока горячо – это семейный бизнес. Высокому, широкоплечьему и молчаливому парню такая работа подходит по характеру. Ни одного торопливого жеста, только размеренные движения. Удары молотом по наковальне. Кузнеца она открылась практически, можно сказать, из-за Ильи. Потому что у меня жена работала дизайнером раньше, но ей надоело на дядю работать. И вот у меня получился такой расклад, что я как бы человек по образованию инженер, машиностроитель, с железками, хорошо знаю железки. Имеется парень физически крепкий и умеющий рисовать хорошо. Тут как бы пазлом складывается идеально. Вместе с отцом Илья работает уже 9 лет. Семейный бизнес по изготовлению кованых перил, лестниц, а также различных элементов декора находятся в крепких руках. Сам Илья говорит, чем сложнее изделие, тем интереснее работать. Когда я делаю какое-то сложное художественное изделие, я его кую практически целиком вручную. На розу у меня уходит около двух часов. Два, два с половиной, три. Сейчас делаю своей жене. У меня, наверное, уже много роз кованых. Три штуки. Кузнец Илья дарит жене не только розы из металла, он и доспехи ей сделал. Просто супруга разделяет его увлечения исторической реконструкцией. На днях Илья оставит кузнечный цех и отправится на Куликово поле, где вместо молота в руки возьмет меч, который тоже сам выковал. Вот этот вот вертел Илья изготовил на наших глазах буквально за пять минут. Он еще теплый, с пылу жара. Основная работа кузнеца заключается в изготовлении кованых перил, высокохудожественных, с различными узорами. Вот, например, как это декоративное украшение. Ну а шлемы – это совсем для души. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Поделились планами на новый сезон. В Саратовском театре драмы прошла пресс-конференция. Художественный руководитель Григорий Оридаков рассказал, что в рамках федерального проекта «Культура малой родины» для школьников Октябрьского и Фрунинского района города еще до открытия сезона устроили благотворительный показ спектакля «Гонзы и волшебные яблоки». С этим, а также некоторыми другими спектаклями, труппа гастролировала в Томске. Открыть же 217-й сезон в театре драме обещают премьеры спектакля «Моя Марусечка» и студенческой постановкой «Игрок» по повести Достоевского. Ну, творчество ожидаем. Ну, это от нас зависит творчество-то. А мы ожидаем внимания. Мы ожидаем, чтобы увеличился поток зрителей. А для того, чтобы увеличился поток зрителей, надо, чтобы у них были деньги на театр. «Полеты над диваном» – такое название дали творческой выставке «Художники-любители». Экспозиция открылась в Столыпинском центре. Бывшие экономисты, юристы и учителя на протяжении нескольких лет учились рисовать. И вот сейчас решили показать свои работы. В экспозиции представлены работы 10 авторов. Это портреты, пейзажи, натюрморты. Выставка будет работать в течение месяца. В планах художников-любителей найти просторное помещение. Ведь, по их словам, все работы не уместились. Помещений, конечно, побольше. Потому что мы из-за того, что помещение маленькое, могли предоставить только по две работы. А у моих талантливых девочек, учениц, их уже десятками. И о главном к этому часу все еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok